В России вот два коротких третьих длинных, ура, три, четыре, ура, 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 и немедленно выпили, ой, я пошутил, извините, у нас сегодня безалкогольный праздник, дорогие друзья, уничтожаем алкоголь, большое количество, а сейчас, дорогие друзья, мы очень рады, выпить надо обязательно, выпить надо обязательно, выпить надо, дорогие друзья, потому что все напитки, которые продаются здесь, вот в этих замечательных кафе, Ай, кафе у Висбора, здесь ночевал Юрий Висбор, если вы посмотрите направо, там находится памятник, вот вон, желтые лыжи, убери, пожалуйста, здесь находится памятник, единственный памятник в стране Юрию Висбору, они, видите, они как два брата, Юрий Висбор и Бахат Тилов, люди, которые сделали так, что у нас есть место, где мы можем душой прислониться к вечным ценностям, к горе, к силе, к порядочности и чести, Это Кабардино-Балкария, это гора Чидет, это наша потрясающая каната-кресельная дорога Чидет, ура! Дорогие друзья, мы очень рады, что здесь сегодня с нами, люди, без которых невозможно, нормальная жизнь в России, я это еще раз хочу подчеркнуть, потому что нормальная жизнь, это не тогда, когда мы смотрим идиотские телеканалы, вот те, кто сегодня здесь, это не идиотские телеканалы, это те, кого надо смотреть, аплодисменты этим людям. Дорогие друзья, мы хотим поприветствовать здесь сегодня людей, без которых невозможно нормально жить в нашей стране, потому что сильная Россия, это физически сильные люди, это умные люди, это люди, которые берут все лучшее, все лучшие кавказские традиции, они сохранились благодаря силе духа вот этих замечательных людей. Это министр спорта Командрина Балкарии Асланов Афаунов, прошу прощения, я тупой москвич, плохо говорю по-русски. Вот, это вот наш уважаемый Курман Сейтович Сатаев, дорогие друзья, я не вижу этого человека, он очень скромный, но тем не менее, я хочу сказать, что... Вот он. Узир Датирович Курданов, да, и который с вами здесь, ну, аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, мы приветствуем ваши аплодисменты глава администрации района Аслан Малкаров. АПЛОДИСМЕНТЫ Я извиняюсь, поскольку, сами понимаете, выскочил из метро, и оказывается, я уже на щедете. Дорогие друзья, я бы хотел попросить, чтобы вот эти замечательные люди вас поприветствовали, потому что самое главное, наша с вами Родина, это то, что в душе. Это слова и музыка, которые мы говорим на русском языке, поем по-русски, по-балкарски, по-кабардински, но не важно, как мы это делаем. Важно то, что здесь, в этих потрясающих горах, которые мы с вами отстояли 70 лет назад, от самой сильной армии мира, 25 стран, 400 миллионов человек, вторглись на территорию Советского Союза. А в СССР жило всего 180 миллионов, и мы должны были проиграть. Но мы победили, победили, потому что наше дело правое, и победа будет за нами. Точно так же, как и сейчас, мы всех победим, потому что мы вместе, мы вместе, Кавказ, Россия, это одно целое. И я бы хотел сейчас попросить министра спорта поприветствовать наш праздник. Нам очень приятно, что он нашел время в своем загруженном граффити и приехал в понедельник с утра, дорогие друзья, когда кошмар. Спасибо, я вас тоже приветствую. В понедельник меня правительство отпустило, и я приехал. Поэтому мне надо, наверное, говорить от имени правительства, от имени руководства республики. Конечно, я рад видеть такое количество любителей наших прекрасных мест, и когда вот оглядываешься и смотришь... И, знаете, вот как можно в этих горах стрелять? Я каждый раз задаюсь этим вопросом, как можно это не любить? И мы иногда ловим себя на мысли, что когда у нас какие-то дела, мы только тогда восхищаемся этими местами. А вы молодцы. Молодцы, потому что вы находите время любоваться нашими красотами. И очень символично, что мы буквально на днях отмечали 70-летие снятия флагов в Гитлеровской Германии. И, как говорил Михаил Калинки, на самом деле мы победили самую непобедимую армию в то время. Побеждали наши деды, наши прадеды. И сегодня нам надо сохранять эту память, нам надо приумножать, нам надо возвращать величие России. Сегодня хотел бы поздравить вас всех с 50-летием, наверное, первой канатной дороги в Советском Союзе. И очень отрадно, что канатная дорога... Слушайте. Канатная дорога, вот Советский Союз оставил какой стиль. Построили 50 лет, и до сегодняшнего дня мы на ней ездим. Я вас всех поздравляю, желаю всем добра, мира, благополучия. А жителям, работникам канатной дороги Чигет я бы хотел пожелать, чтобы мы вернули былую славу нашим курортам. Спасибо всем. Дорогие друзья, глава администрации Эльбургского района Аслан Малкаров, просим его. Дорогие друзья, я от всей души тоже хочу присоединиться к словам моего предшественника, министра. От имени всех жителей нашего Эльбургского района я от всей души поздравляю любителей этой горы. Чигет это бренд, и на Чигете может кататься не всякий. Я вот смотрю вокруг, здесь на самом деле это люди, которые любят этот Чигет, и приезжают в Эльбургский именно для того, чтобы покататься на Чигете. Всех благ вам, счастья, здоровья. И вот как было отмечено, это первая канатка в СССР, первая канатная дорога в СССР. Я думаю, что в ближайшем будущем, именно по программе нашего президента, здесь уже начали работу курорты Северного Кавказа. Поэтому и на Чигете, и на горе Эльбургского района будут новые канатки, и мы будем кататься, и никто нам это не сможет запретить. Счастья, здоровья вам! Дорогие друзья, нам очень приятно, что здесь сейчас 50 человек из города Луганска. Аплодисменты. Ворошиловград. Вот у нас, люди, у которых есть память, они сделали так, что Сталинград во время празднования звали Сталинградом. Ну, и мне было очень приятно, когда ветераны Советского Союза, которые здесь... Кто родился в СССР, поднимите руку, пожалуйста. Вот. Они подошли и сказали, знаете, вот у нас есть хорошее название, Ворошиловград. И я хочу попросить замечательных наших друзей, наших братьев с Украины сказать нам слова. Представителя города Луганска. Я представляю здесь Федерацию альпинизма и скалазания Луганской области. И коллектив горнолыжников, которые здесь присутствуют. Вот. Мы десятый год приезжаем в этот район одной компанией. Но попал я сюда в 76-м году первый раз. И я вам скажу, вот те, кто ходил в горы раньше, наша душа осталась вот в этом месте. Потому как здесь мы начинали. То, что с этим связано самое сокровенное, выразилось в том, что в 86-м году мы смонтировали памятник, изготовленный на Луганском тепловозостроительном заводе на склонах Эльбруса. Я думаю, все вы его видели. Потом, после длительного перерыва, мы помогли его смонтировать вновь на новом месте. Я поздравляю всех присутствующих с этим великим событием. 50 лет канатной дороги – это наш праздник. И поздравляю особенно людей, которые участвуют в работе этой канатной дороги. Потому что это не только тросы, это не только механизмы. Канатная дорога – это прежде всего люди, коллектив. Большое спасибо всем присутствующим и особенно сотрудникам канатной дороги Чигет от Луганчан. Всего вам доброго. Дорогие друзья, меня зовут Михаил Михайлович, я полковник запаса. 32 года езжу сюда, у меня 5 детей, младшему 6 месяцев, 7, прошу прощения. Я стараюсь быть похожим на балкарцев, на кубордин, на людей, которые здесь сохранили свои традиции. И знаете, человек с силен традициями. Поэтому я думаю, что будет правильно, если мы начнем нашу сегодняшнюю вот эту часть с главной песни, которая должна быть в каждой стране. Россия вели... Нет, давайте, или давайте Дима Союза, может, споем, Курман. Давайте Дима Советского Союза, потому что сегодня Луган с нами. Союз нерушимый, республик свободный, Сплатила навеки великая Русь. Да здравствует созданный волей народов Великий, могучий Советский Союз. Славься, Отечество наше свободное! Братских народов, союз вековой, Предками данная мудрость народная, Славься, страна! Мы гордимся тобой! Ура! Вот получилось здорово, да, Курман Ситович? Именно вот запев оттуда, а припев отсюда. Давайте, друзья, мы начинаем наш концерт, посвященный вам, Главным людям нашей страны. Что надо сказать, Саша? Дорогие друзья, я извиняюсь за бумажки. Дело в том, что мы написали новый диск, посвященный нашему потрясающему Чедету. И я хочу открыть концерт вот именно с песней, посвященной Чедету. А можно попросить кого-нибудь? Дело в том, что вот... Дорогие друзья, это председатель женского комитета нашего клуба, Самый обаятельный врач России, Лидия Щербакова. А чего вы не хлопаете? Канатная дорога Чедет Опора нашей бешеной жизни Сквозь холод, равнодушие и мрак Везущая меня в небеса Она подскажет верный ответ Откуда бы тревога ни брызнет Она наполнит старой строкой Проверенных друзей адреса Хлопаем! Канатная дорога Чедет Ты первенец великой державы Шагающую прямо вперед И в небо устремляющий путь За ширмою пятидесяти лет Над полем боевой ротной славы Соединила небо с землей Стальную проложила тропу Эти тросы волшебные Струны праздничной песни Что под ветром и времени Гимны смелым поют С нашей силой и мужеством Поднимаемся вместе В долгожданный и праздничный Этот горный приют И по буграм высоким скользяем Под праздничное пение в юге Раскраиваем солнечный свет Точенными краями контов Все наши дорогие друзья Все наши дорогие подруги Все вместе растворяемся здесь Симфонии одной золотой Эти тросы волшебные Сумы праздничной песни Что под ветром и времени Кто не хлопает Тот посланничный репортер Курова Гимны смелым поют С нашей силой и мужеством Поднимаемся вместе В долгожданный и праздничный Этот горный приют Этот горный приют Этот горный приют И сразу же я хочу попросить Представителя Луганска Замечательного, ребята Вот эта песня здесь записана Про Галыжи, про вас Кто-нибудь возьмите, пожалуйста Вот Знаете, я хочу сказать Конечно, москвичи все ужасные Но не все Лида, иди сюда Вот она, например Она самая красивая москвичка Тради, друзья, на самом деле Вот И еще одна песня Про канадку Нет, давай все вместе Все вместе, да?